Приветствую вас, Юлия. Давайте разберём вопрос. Смотрите, есть два момента, на которые я хотел бы обратить ваше внимание. Первый момент это то, что ваш муж шутит на тему того, что вы найдёте наложен и бросите его. Это, да, как сказали мои коллеги, есть определённая неуверенность в себе здесь у мужчины, есть определённые сомнения в себе, есть определённые сложности в восприятии себя, ну и, конечно, есть определённая проблема с тем, что человек не принимает свой возраст, ну, в какой-то степени стыдится его, если можно так сказать. Вот, стыдится своего возраста, я имею ввиду, человек, и это его проблема. Должно он шутит. То есть вы не относитесь к своему мужу здесь с пониманием. Вы не должны помогать ему, условно говоря, преодолевать свои проблемы. Вы не должны помогать. Для этого есть специалисты, психологи, например. Вот. Но вы не относитесь к нему с пониманием, в том смысле, что вас это почему-то раздражает, злит, вы даже кричите. Следующий момент, то, что вас эта шутка задевает, она вам неприятна. Ну, здесь я бы сказал, также есть момент, по которому вам это неприятно. То есть вас как-то это задевает. Нужно разобраться как, потому что это вас волнует. Я не знаю, как вас эта шутка задевает. Может быть, вы тоже боитесь своего мужа потерять и боитесь, что он найдёт моложе, например. Может быть, вам в глубине души хочется найти кого-то помоложе. Может быть, влияет факт того, что вы держитесь за человека. То есть некая такая зависимость. Не знаю. Но нужно разбираться здесь. Следующее. Касается того, что вы держитесь за своего мужа. Именно держитесь за него. Вообще говоря, необходимо понять, что вы вкладываете в слово держитесь за него. То есть да, вы многое прошли. Безусловно. Это понятно, что вы многое прошли. Но насколько вы нуждаетесь в человеке? В общем, все проявляется эта нуждаемость. И так далее. Вообще, связывается впечатление, что у вас в паре отношения выстраиваются на опыте совместном. На потребности друг друга. А не на свободе выбора. То есть это, знаете, как вот. Вы какой-то опыт получили, да, вместе с мужем. Прошли. Ну вот, сами, как говорите, через много, через много прошли. И боитесь, что без мужа с подобным опытом не справятся. То есть я бы сказал, что речь здесь идет о нуждаемости в партнере как помощника в том, чтобы справиться с определенными ситуациями. Вот такое у меня чувство возникло. То есть это вот не свободный выбор, когда люди просто хотят быть друг другом и все. А именно вот такая вот некая нуждаемость в человеке. И в этом контексте шутки вашего мужа уже не выглядят столь абсурдными, а ваша реакция не выглядит столь ненормальной. Потому что некоторая принуждаемость, некая, некая несвобода, если она есть, она всегда чувствуется и ощущается. И на нее человек реагирует агрессией. Собственно, именно тем, как реагируете вы. На этом все. Я надеюсь, что помог вам и желаю всего самого доброго и удовольствия. Обращаю внимание на то, что вы не задаете свой вопрос. Пишите албом, что переживаете, что не надо было кричать. То есть, по-моему, вы себя обвиняете в том, что вы кричали. Но вместе с тем говорите, что с этой шуткой вы уже святы по горло. И здесь имеет место быть противоречия. С вашей стороны, проблема заключается в восприятии шутки. В том, какие стороны вашей души она задевает. И на какие аспекты вашего психологического состояния она указывает. А также проблема заключается в восприятии вашего мужа и в том, что вас объединяет. И чем обусловлен ваш каждодневный, ежечасный, ежеминутный выбор быть с ним. На этом все. Удачи вам. Всего самого доброго. Я бы рекомендовал, конечно, совместную консультацию. То есть, вас и вашего мужа у психолога. Хотя бы онлайн на этом сайте. Я надеюсь, что ваша ситуация разрешится самым лучшим образом. Вы найдете из нее выход. И сможете быть счастливы. Продолжение следует... Продолжение следует...